Девушки отдыхают Шеомир Гучепшока, или просто Шел, как его называют в Москве, известный в мире песочный художник. Но начинал он с живописи и графики. После пятилетней учебы в Майкопе поступил в Краснодарскую академию культуры. Именно в это время он стал рисовать Шутов. Ну, тогда я нашел какой-то свой стиль. Я писал, рисовал Шутов. Сатирический, философский образ Шута-мученика. Был период, я там читал Ницше. Вот у него там был, так говорил Заратустра. Наверное, впервые у меня так возник этот образ, такого канатоходца Шута, над которым там все смеются. Но он прикрывается как бы этим образом, чтобы никто не увидел и не понял, какой он на самом деле. Ну, как обычно приходится мудрым людям в жизни. Впоследствии Шоумир закончил факультет живописи Московского педагогического университета. Когда я переехал в Москву, там уже новый вдох, новая свежесть ощущений. Шоумир начал выставлять картины с Шутами, и их стали покупать. Было понятно, что людям интересно то, что он делает. Выставки последовали одна за другой, но путь молодого живописца неожиданно изменил направление. Причиной тому было творчество израильской художницы Ла Аяхов, чье песочное творчество покорило его. Мало кто этим вообще занимался. Это настолько было ново, настолько это было интересно, необычно. Просто взял и из того, что было, у себя дома из подручных средств сделал там стол какой-то со стеклом. Ну, примерно понял, как это все действует. Набрал где-то песка. Это все в Москве происходило еще. Закончив учебу, я поступил в аспирантуру и как бы продолжил, как бы и жил в Москве, и исследованием занимался. Впоследствии Шоумир поступил в открывшуюся в Москве студию рисования песком. Это был первый набор. Закончив студию, остался преподавать там. Но его творческие выступления только участились. Он показывал свое искусство и на семейных праздниках, и на разных презентациях. Мастерство росло. Потом буквально через года полтора меня пригласили выступить в Сиднее, в Австралии. Была презентация новой модели Ауди тогда. В Сиднее, в Мельбурне. Они попросили тоже прорекламировать их там автомобиль. Все это в песке. Тоже такой был значимый этап моей жизни. Знакомство с представителем Российского Центра науки и культуры в Мадриде повлекло за собой поездку Шоумира в Испанию. А через полгода в Мадриде состоялась выставка его песочных фотокартин. События развиваются и меняются очень быстро. И пока ты будешь этот холл списать месяц, уже это будет неактуально. А в песке вот сделал, сфотографировал, все, можно уже выставлять. Как сказал один песочный мастер, один известный в России, что песок не терпит суеты. А так можно что угодно на нем делать. У меня такой период национального самоосознания произошел. Это очень остро ощущается всегда, когда вдалеке от родины. Субтитры создавал DimaTorzok Пока в мире нет мастера, нарисовавшего историю народа песком. Шоумир первый. Он сделал маленький песочный фильм о Хабзе и большой Адгахаку. Сейчас обдумывает будущий фильм о мамлюках. Есть и другие интересные идеи. У меня есть идея сделать фильм под колыбельную. То есть анимационный фильм. И вот это будет такое что-то, хочу сделать как сон. Возможно, сон современной там мальчика или девочка там будет присутствовать. И сон о тех временах древних. Интересно. Ну, в общем, я до конца не проработал. Но идею, по крайней мере, я сейчас эту вынашиваю. В творческой биографии Шоумира много интересных выступлений. В Вильнюсе он делал свои песочные картины под живую музыку симфонического оркестра. Зрители видели то, что он делает через экран. Это очень так было ярко и очень эмоционально, экспрессивно. Потому что, когда ты стоишь рядом с дирижером, за тебя оркестр. Яркий и необычный опыт. Выступление под музыку Чайковского. Постановка называлась «Танец цветов». «Танец цветов» Чайкова. Ну, вот под эту мелодию. В общем, у меня фактически импровизация там была. Что я буквально закидал всех песком. То есть ты стоишь у этом оркестре, песок летит в сторону. «Танец цветов» Чайкова. Поступавшего в мир и с джаз-бендом, и с театром анимации, и с девочкой, рисующей на воде. Рисование на воде и рисование песком соединялось с специальной аппаратурой и проецировалось вместе на экран. Для детей каникулы Бонифация, а для взрослых Мулен Руж. Песочное искусство нравится и взрослым, и детям. Песочное искусство. Выбивает, выключает из времени песок. Иногда действительно работает в мастерской. И даже не обращаешь внимания, думаешь, ну 10-15 минут, уже час-два прошло. То есть не зря вообще песок в принципе используется в часах, в песочных часах. Что-то в нем есть такое. Такое ощущение, что он может перевести и в какое-то другое время. Какой-то телепорт какой-то, что ли. В нем есть что-то такое магическое. Можешь представить, чтобы ребенок в 5 лет сидел неподвижно в 17 минут вот так. Как-то к Шаомиру пришел заказчик. Он хотел заказать фильм из снега. Пришлось убедить его, что это невозможно, потому что снег будет таять. Заказчик согласился на снег из манной крупы, и фильм «Зима» получился. Я в клипе снимался. Это одна группа, которая в итоге, в общем, там что-то с финансированием произошло. Клип записали, а он не вышел как бы в свет. У меня там была роль песочного такого, серый кардинал, вершитель судеб. У меня был песок, и я, управляя песком, как бы управлял людьми. То есть, допустим, я кидаю песок, и там на земле цунами какой-то, людей там смывают. Творчество Шаомира так востребовано, что его приглашают отовсюду. Он участвовал и в камеди-клабе Гаррика Мартиросяна. Все дело в том, что в зале находится наш друг, зовут его Шелл. Он рисует на песке. Давайте поаплодируем. Это мастер рисования на песке. Художник-песочник. Шелл, пожалуйста, на сцену. Ваш агрегат уже готов. Зураб Матуа, Андрей Аверин, Дмитрий Люсёк-Сорокин и художник Шелл. Песочный фильм «Три истории» Шаомир показал в Доме литераторов в Москве. Это самая такая была любимая, так сказать, постановка. Потому что сама философская тематика, она, мне кажется, больше перекликается с песком. Тут очень важно понимать, что это материал, и это природный материал. Ты фактически творишь природой. Ты часть ее. И это гармоничнее. Особенно, когда стол с подсветкой для песка, он же снизу, вот этот свет, как бы нагревает стол, и песок становится теплым. И действительно такое ощущение, что ты с чем-то живым взаимодействуешь. Шаомир разносторонне одаренный человек. Он пишет стихи, был артистом студенческого театра, в живописи и графике преуспевал, занимается анимацией, пробует всевозможные способы самовыражения. Если ко всему этому добавить то, что изучает три языка, понимая, что он успевает очень многое. Часто бывает, что после выступлений ко мне подходят и спрашивают, как можно научиться рисовать песком, говорит Шаомир. Он не знает, что ответить. Даже талантливый художник может оказаться бессильным перед этим необычным материалом. Время явило художникам новой эпохи песок. Оно словно напомнило о своем ускорении, о том самом, о котором сказано в Библии. Новый художник не пишет свои картины неделями. Он творит здесь и сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok